Тема этой нашей конвенции истинна и прекрасна. И вот уже более года мы каждый день работаем с этим зданием. Бунгало Блаватской. Это здание наследия в Индии. Это здание, вошедшее в теософическое общество, названо в честь Блаватской, потому как оно построено уже не в ее время, после того, как она умерла и ушла от нас. И все же это место с очень, очень богатой историей. Не только с точки зрения теософического общества, но и с точки зрения самой Индии. Немалому количеству людей знакомо имя Робиндраната Таггора, нобелевского лауреата, поэта из Индии. Он приезжал сюда и останавливался здесь. Он был в Адьяре семь раз. Однажды он решил остаться здесь, чтобы получить ретрит и восстановиться. Он был здесь. Махатма Ганди. На другой стороне здания, как только вы войдете внутрь, я хочу, чтобы вы вошли и обратили на это внимание, потому как это сделано для вас. Махатма Ганди был здесь, с Анней Безом и другими. Итак, это место с богатой историей. Но многие годы мы, хранители этого драгоценного камня, приникблигали им. На самом деле оно не получало того внимания или той заботы, которая была ему необходима. И поэтому основным проектом в текущей реконструкции, которую мы осуществляем, и в которую многие из вас, кто сейчас здесь, внесли свой вклад не только с точки зрения нашей доброй воли, но и с точки зрения необходимых видов средств, чтобы сделать что-то подобное, возможным. В течение последних полутора лет мы постоянно работали над этим зданием. И это был труд любви, и это был напряженный труд. Если бы вы были здесь в прошлом году в это время, вы бы едва смогли увидеть этот фасад, потому как он был закрыт строительными лесами. Какое бы место фасада вы не заглянули тогда, из него вынимали щепки и стружку. Наш уход за этим зданием в течение ста с лишним лет, пока оно было в нашем владении, не соответствовал в действительности тому, чего требовало это здание. И, честно говоря, те технологии, которые были задействованы при его создании, к этому времени уже утрачены. Проблемы, которые у нас были с этой структурой, почти все они связаны с водой. Вода просачивается в его структуру и не может быть удалена оттуда современными методами. Эти здания строились дышащими. В отличие от зданий, которые мы имеем сегодня, они были созданы с мыслью, что они являются живыми существами и что они лучше всего реагируют на живых существ, живущих внутри них, позволяя им лучше дышать. Они брали воду из земли и выдыхали ее в воздух внутреннего пространства, охлаждая людей, живущих в них. Мы потеряли этот подход. И там, где использовалась известковая штукатурка, мы используем бетон, где они использовали другие материалы, которые были нанесены на деревянные основания, все это мы удалили. Все до мельчайших таких частиц нужно было убрать. И как я уже сказал, это был труд любви, но он также требовал особого рода таланта и навыка, которые трудно найти в настоящем. Но мы отыскали таких мастеров. Я должен сказать, что когда этот проект только начинался, и здесь мы должны вернуться на четыре года назад. Михаил Хасс, который стоит с нами сейчас... Подними, пожалуйста, свою руку, Михаил. Архитектор из Нидерландов известен в основном в области экологической архитектуры. И он смог найти время в своем напряженном графике для того, чтобы приехать, осмотреть и поговорить о тех потребностях, которые были необходимы здесь. Он смог участвовать в поиске и работе с людьми, которые смогут выполнить такую деликатную работу. И теперь это вылилось в то, что вы видите перед собой. Мы особенно хотели, чтобы церемония открытия состоялась с наступлением темноты по причинам, которые я считаю очевидными. Это здание прекрасно днем. Но днем в некоторой степени вы лишь представляете его внутренний свет. И вот теперь вы видите свет, исходящий из него. Мы сделали сменный вид света. Мы можем установить его на какой угодно цвет. И не обязательно это будет зеленый или синий. Вероятно, в разные дни и годы мы будем освещать его по-разному. Но только для того, чтобы вы поняли, что это труд любви, это мир прекрасного. И как истинные хранители мы чувствуем, что сделали все возможное для восстановления этой красоты сызного. Я думаю, что мы иногда принимаем прекрасное как должное. Но, откровенно говоря, это то, что оказывает влияние. Когда мы стоим в присутствии чего-то подобного, когда мы учимся днем, когда у нас есть классы, лекции, все это сейчас уместно проводить здесь снова. Это не просто вопрос лектора, это вопрос некого присутствия, которое мы приглашаем в это здание, присутствия самого Бунгала Блаватской, истории тех великих, кто был здесь. Итак, я здесь не для того, чтобы занимать ваше время на какие-либо разговоры. Я действительно хотел бы пригласить вас зайти в ваше Бунгало Блаватской, чтобы увидеть, как это было любовно восстановлено для вас. Ну, в таком случае, я думаю, хватит моего голоса. Должен ли я открыть эту дверь? Мне трудно разобрать, когда вы говорите все сразу. Скажите, кто-то один. Здание говорит, входите. Спасибо. Спасибо.